Привет, с вами Настя! И в этом видео мы будем создавать открытку номер... Из акварельной бумаги я вырезаю такую основу под открытку. Размеры вы можете видеть на экране. Теперь беру картонки из-под упаковки каши и циркулем провожу окружность. Первая окружность диаметром 4 сантиметра и внутренняя окружность будет диаметром 2 сантиметра. Таких бублика я делаю 4 штуки. Вырезаю это все ножничками. С внешней и с внутренней стороны. И далее буду склеивать их между собой обычным клеем-карандашом. То, что у меня было под рукой. Вы можете взять любой клей ПВА или там что-то еще, если хотите. Скрепляем их между собой для того, чтобы основа для заготовки была более прочная и объемная. Теперь беру обычную хозяйственную нитку, кто-то ее еще называют бечевкой, и на тот же канцелярский клей креплю ее к заготовке. Если у вас нет такой веревки, вы можете использовать атласную ленту или даже шнурки. Все, что найдете подходящее под рукой. Теперь крепим на более прочный клей кончик нитки и нужно приклеить этот венок к самой открытке, к самой бумаге. Теперь я беру вот такие блестки. Они у меня называются камефибуки. Вы можете взять любые блестки, которые у вас есть, или дыроколом сделать по цветному картолу вот такие вот кругляшки. Также я еще вооружилась стразами разного диаметра и размера. И на клей теперь сажаем все эти кругляшки, стразики, все, что сверкает. Это результат без стразы. Мне показалось, что маловато блеска, поэтому сейчас я буду еще крепить стразы разного диаметра. Вы, кстати, можете найти стразы на каких-то старых свитерах или чехлов на телефоне, не обязательно покупать. Можно просто открыть шкаф и, возможно, вы что-то обнаружите у себя уже в наличии. Такой результат у меня вышел, мне нравится, смотрится так современно и вроде бы есть стразы, но за счет этого крафтового эффекта веревки не too much. Теперь я беру старый бантик из-под подарка с прошлого года и делаю из тонкой ленточки бантик для венка. Изначально я хотела сделать бантик из атласной ленты, но я ранее убиралась и, наверное, выкинула что-то, поэтому использую то, что у меня есть. Так сказать, повторное производство. Ножницами закручиваю концы бантика, выпрямляю эти концы вот так вниз тяну для того, чтобы сами завитки были такие более длинные, не совсем как барашек. И теперь креплю это все на клей поверх венка. Также креплю кончики для того, чтобы они развивались именно так, как мне нужно и для того, чтобы они просто в хаотичном порядке не болтались на самой открытке. Открытка готова, осталось только подписать ее. Если тебе понравилось это видео, пожалуйста, поставь мне пальчики вверх, подпишись на мой канал, мне очень это поможет для развития моего канала. Также можете заглянуть ко мне на страничку Boosty, ссылка будет в описании, и референс открытки тоже будет в описании по ссылке вот на моей Boosty страничке в бесплатном посте. Можете туда заходить, на меня подписываться, поддерживать мой канал, брать референс для своих идей и будем таким образом сотрудничать. Ну все, творческих успехов вам, друзья! До новых встреч, пока-пока!